Вот в Иеремии 15 глава 9 стих написано, 19, что если ты изничтоженного, извлечешь, драгоценное, Бог обещает награду. Запишите себе, дети, чтобы запомнили это. Иеремия 15, 19. Драгоценное, изничтоженного. Так, дети, не уходите, сейчас для вас будет обед готов. Они многое слышат, хорошие книги. И они просто смотрят и для себя ничего не берут. То, что мы где-то спотыкаемся, падаем, уже тысячи раз это пройденная дорога. Что-то бывает редко-редко, что никогда не было. Но это исключительный случай. Псалом 36, 25 стих. Давид говорит, я был молод и состарился. Ну, какой, мои года, мое богатство. Значит, он ничего не может, как обиды, взять-то из этого. А Давид говорит, и я не видел. Много жил и не видел. Чего не видел? Вопрос-то. Ребенка заинтересует это? Да. То есть всю жизнь приглядывался, видел, исследовал и не видел. Чего? Праведника оставленным и потомков его простящими хлеба. Вот простое кажется, но это абсолютно необходимо знать. Бог как-то это сделает. Я вот попутно говорю. Вы знаете, что у нас Анастасия, дробот, 42 года отошла из всей жизни. Мы-то еще решили фонд образовать. Нет, меня не было. Без меня решали. Батюшке я сказал, когда звонить надо было уведомить, а вы были здесь. Ну, правило такое. А потом всем. В воскресенье поехали. Вот брат Андрей. Он поехал на машине. И из робот, кажется, трое были, да? Купили. И все заснял Володя, опасал его. И как отсчитывает деньги, и уже комментарии. Люди изничтожено извлекают полезное. Что не слова, а дела. Тем более, тут чего? Это общий котел наш. И вот они сделали замечание. Фроседа и здесь. Надо ее найти. Где она? Посмотри. Если есть там сюда этого... Найди, Василия Николаевича. Мы не просто так пришли, а мы должны результат какой-то взять. Увидели, что он просит короткая куртка на ней. И люди, знающий толк, сразу же сказали. Ты можешь быть с большой потерей. У меня знакомая одна. И она просит, помолитесь, у меня детей нет. Ну, помолиться я помолюсь. Не перекрещу рукой. Я говорю, а причина какая в чем? А я знаю причину какая. Была она там в площадке в одних Капроновых. И в коротеньком куртке. А пошла мороз. А идти далеко. И далеко, не просто далеко, а из другой деревни. Это на всю жизнь, ничего не сделаешь. Так устроено все это. Так, я хотел бы узнать. Просто, у тебя подлиннее что-то есть или нет? А если нет, значит, обратиться. Вот, Галина Александровна, Надежда Александровна. А почему ты коротенькую носишь? Ну, прям до поясницы, где поясница сгибается. Ты просто простынешь все женское свое здоровье. Потеряешь один раз, и все. Будешь потом плакать, и не вернешь. Ни детей не будет, и всю жизнь будешь на таблетках жить. У тебя есть что-то подлиннее? Хотя бы до колен. Уверена, что есть? Если нет, то купить. Я не слышал. Не носи эту коротенькую. Весной ее носи, когда месяц май. Вот теперь. Вот теперь. Наступает месяц май. Это пишут совершенно посторонние люди, которые посмотрели ролик. Я изничтожное, извлекаю полезное. Вот хочу конкретно. Не трудно будет, Валерий, засчитать письмо. Вместе на бланк. Вот послушайте, вчера мне принесли письмо. Касающийся меня. Бланк сначала, вверху прочитаю. Что написано? ГУ МВД России по Алтайскому краю. У МВД России по городу Барнаулу. Отдел полиции по Центральному району управления Министерством внутренних дел Российской Федерации по городу Барнаулу. Лапкину Игнатихничу, улица Ползунова, 6, город Барнаул, Алтайский край, индекс. Вопрос будет ко всем. О чем они говорят? Послушайте, здесь шифровки нет. Уведомление. Сообщаем, что по вашему сообщению, зарегистрированному в книге учета сообщений о происшествиях номер 27389 от 06.12.2018, проведена проверка, по результатам которой установлено, что в данном случае отсутствует состав какого-либо конкретного правонарушения и преступления. Материалы проверки списаны в номенклатурное дело. В случае возобновления каких-либо нарушений, незамедлительно сообщайте в дежурную часть ОП по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу. Телефон дежурной части 630202. Данное решение вы вправе обжаловать в прокуратуре Центрального района или в суде в порядке предусмотренного статьей 124.125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа и судебный порядок рассмотрения жалоб. Начальник Дегтярев. Так, кто понял, а что в речь идет? Так, в первую очередь, брат Себастьяна. Что там было? Как юрист-то? Как юрист-то? Вы писали какое-то заявление или звонили по телефону, сообщали? По телефону. Ну кто-то перелез через ограду или зашел. Что-нибудь такое. Он совсем рядом ходит. У них перелез и не зашел, не могло быть. Ну, я понимаю. У нас даже другие спрашивают, когда я наружное наблюдение, Володя уходит, я показал, ну где-то здесь зацепились. А почему вы дальше не сообщаете? А что это? Чего люди готовят для вас? Небольшая машина, черно-коричневого цвета, какими-то полосами вот так вот у ней, широкими полосами. Что-то я не видел такой окраски. Ну, какой номер записан, я сразу глянул. Это Новосибирской области. Как только стемняется, они ставят ее тут, где заезжаете. В калитку нашу упирается. Сколько не смотрим, ложимся спать, она стоит. Ну, бывает. Но у нас есть где ставить, рядом. Здесь никто не живет, только мы, а здесь машины нет. На другой день, на другой вечер, та же история. На третий, появляется машина и снова становится судак. Куда? Когда во дворе, если туда приехали, там ездят, а рядом там стоит, ставят, ну, площадка. Ну, 20 машин свободно поставить. Почему к нам и это? Я посоветовался с братом, говорю, как, позвонить или не позвонить, а может быть, что-то. Кто-то, говорится, на свои дела уходит где-то. Мы один раз так заметили, он приходит и что-то здесь покопался и пошел. Оказалось, они наркоперевазочную базу устроили здесь у нас. Это уже у нас опыт есть. И я подумал, взял и позвонил. Я только извинился, говорю, ничего плохого мы не можем сказать. Если не так, то простите. Ну, а скажут, что вы видели, необычное явление не сказали. Я очень хорошо с органами милиции знаком, могу просто сказать. Вот мы ехали дорогой, не где-то от Тихого океана до Атлантического. И ни разу были всякие милиционеры, но чтобы прямо сделать зло. Ну, было зря там штраф, я книгами дам, отойдем. Но чтобы привязываться, вот так не было. Жалоб нету никаких. И вот, смотрите, какое маленькое дело, ничего нету. Я из него извлекаю полезное. Они написали, они печатали это. Ничего нету. Они печатают. Почему? Строжайшее указание высшестоящих органов. Ни одного звонка не оставлять без внимания. Я перехожу на украинские дела. Что там есть? Кратко. Там наши братья, там щад есть такой, Сергей Павлович руководит этим. И когда закончится, они переписываются все. И Украина, и там много людей приходит. Один ответ. Финансовый поток перекрыли. Там ничего нету в этом. По этому вопросу, Синод Зарубежной Православной Церкви, во главе с нашим первосвятительным Иларионом, они сказали, мы с Ануфрием на 100%, который Московская партия Рахата на Украине, а в Арфаломее и прочее, это такой раздор там сеет. Это я не знаю, в глубину не лезу. Но главное, без внимания они не оставляют. Финансовый поток. Больше тут ничего нету. На спасение это не влияет. Кого? А то поминающее, не поминающее. Да, нужно знать, кто у нас первосвятитель. Но считать, что от этого спасения зависит, позвольте. На неделе приезжает Патис Павел с камня на обе. Он еще у ворот звонит, я уже наружу наблюдением снимаю, как он заходит и дальше снимаем. Он все рассказывает. Где он? Здесь его обидели конкретно. Он не стал дальше дожидаться и пошел искать. Каждый раз спрашивают у меня, закон этот епископ или нет. И он примкнул к пасечнику, архиепископ Тихон Омский. Там все видно, кто его рукополагал. Его в священнике рукополагал епископ Ивтихий. Ну, тут рядом можно. Там его нету. Он приезжает, я говорю, а где ты находишься сейчас? Что-то здесь не так. А я теперь в сербской сербе. В сербской? А какое отношение? Сербия, там, крошечное государство, уничиженное, самое бедное, наверное, на всем европейском континенте. И как ты попал туда? Как звать епископа? Акакий. Ладно, я заряжаю, все смотрю, 53 епископа у них, никаких Акакиев нет. Я дальше... А он в это время ушел. Я приготовлю материал. А как ты узнал, я спрашиваю, что он законный? А я фотографии видел. На сегодня фотография, разве это документ? Там такой фотошоп сделают, только специалист может определить, где ниточка проходит. Знаете, это не ничтожное, это очень многое. Значит, он говорил, что ты не поладил с Тихоном, а того, кому примкнул рукополагай Тихон и Вениамин. И там еще один епископ взял Феровых. Я ничего не могу сказать. Я тогда стал ему выговаривать. Отец Павел, вот ты что, какую новость услышишь, ты, что-то приходит и говорит, а вот там какой-то епископ был на границе там, ну, не может сказать. А, я говорю, наверное, Рожар Михаил был такой, там, в Румынии, форпост, финал. Да, да, да. Он приходит, говорит, так он умер. Умер. А у меня с ними связь бывает. Да нет, не слышно. Он архиепископ теперь. Он среди тех, которые явно выступили против патриарха Кирилла, он к патриарху Кириллу относится, за то, что встречался в Гаване с Франциском. Ну, что-то они в этом видят. И они меня, как бы, пригласили даже. Вот хорошо, что вы тут с нами. А я тогда сказал, не сидите монахи, у вас румынский язык знают, а украинский, русский, ну, оставьте, сколько у вас монахов там? 400. Ну, оставьте 50 стариков. Сами идите, проповедуйте Евангелие. Что вы сидите? Храм уже пятый или десятый строят на этой территории. Он умер. Посмотрел, не умер. Хочется, он не умер. Не умер. И дальше. У Осипов, так говорят, умер. Умер, я заряжаю Осипов, живее всех живых. Что ты собираешь? А вот женщина видела сон, что 3 января начнется война. Война? А кто такая женщина? Ну, так это сон. Я говорю, ты помнишь, когда ты был против переписи? Когда перепись была, и ты воевал. К нам приехал по Теряевку, я ему показал, три переписи было, три. Он даже не знал это. И во всех участвовал народ Божий. А в последнем участвовала Божья Матерь, Иосиф, и сам Христос записан там. Или что отступился? Вот эта карточка, которая там, это тоже экуменическая связь с кем-то имеет. Это все от Антихриста. То есть, ищут где-то чистенькое, чтобы тень не падала. Такого нету. Ты же против компьютера воевал. Он у меня глаза открыл. Воевал от Антихриста. А сейчас у тебя компьютер, и Ваня сидит в интернете. Почему? Сын подрос. Ну так нельзя же вихлять. Кто ж тебе поверит-то? Изничтожное здесь полезное. Я извлекаю. Какое? У нас потеряете. День деревни. Я у батюшки спросил разрешение. Говорит, ну приглашай. Я отпечатал и пошел. Куда? К Краевая администрация. Они приняли. Но ничего особенного нет. Ответ. Приглашение только всего лишь. Я высказал благодарность за Сурикову. Открытие потерять. Я иду в Краевую прокуратуру. Все принимает. Иду в КГБ. ФСБ теперь. Принимает. В Краевой суд. То есть я иду в земельный комитет, там отдел везде. Везде проехал. Иду в местную метрополию. Тогда была она еще и эфископия. Просто архипископия. Ну, как ее даже не знаю назвать. Эпархия. Ворота, которые машина заезжает на замок. Проходной. Не пропускает. Я говорю, Ну, я тогда, как говорится, включил тяжелую артиллерию. Мы, наверное, прибежали. Ну, давайте. Максим был тогда Дмитриев-то. Я говорю, Это разве можно так себя забаррикадировать? Такой формализм. Бумагу. Пригласительную. Эфископ был другой. А сегодня приходим. Где машина заезжает. Вообще не закрывается. Все из проходу и проходим. Никто не спросит. Только там на пути спросили. Вам кладыки надо? Да. А. Вот тут заборачивайте. Никаких пропусков, ничего нет. Разница есть? Ну, можно, надо просто смотреть. Я обращался в епископию, в патриарху, писал. Я не знаю сколько, ну, полста документов есть. Ни на один ответа не было. Никогда. Ни на один. В прокуратуру обратился 32 раза. Мне не 32 ответа пришло. Около 60. В первую очередь на контроле стоит ответили. Куда? Писал. В разный орган. И всегда приходит. А вот теперь смотри. Им овцы не нужны. Там лежит Библия положил. Кто-то возьми, прочитай. Закладки сверху. Открой. Иеремия. 34 глава. Первая закладка. Вот эта лежит. Это мне с Украины прислали. Я скажу, кто. Иеремия. 34 глава. 4-6 стих. Внимательно слушайте. Причина, почему вот такое на Украине сейчас идет. И почему тут меня не пропустили. Все в этих стихах. Впрочем, слушай слово Господне, Сидейки, о царе Удейским. Так говорит Господь о тебе. Ты не умрешь от меча. Так, подожди минутку. Иеремия. 34 глава. 4-6 стих. Иеремия. Иеремия пророк. Все слова эти пересказал Сидейки, царю иудейскому выусоленнюю. Как-то я тут мог ошибиться. Мать Иеремии может. Может быть, платье Иеремии? Может. О том говорится, что опция рассыпались по холмам, и нет у них руководителя. Они погибают. И Господь говорит, я тебя за это взыщу, что пастырь не пасут. Так, ну тогда 50 глава, 6 стих. Какая глава? 50. Народ мой был, как погибшие овцы. Пастыри совратили их с пути. Разогнали их по горам. Скитались они с горы на холм. Забывали ложу свою. То есть везде. Березвикция какая? Вот мы, когда организовывались русско-православные зарубежные церкви. Мы от нее так и зарегистрировались, так и стоим. Мы две общины остались неподвижны в этом вопросе. Ну ладно. Тут разговор шел. Вот, батюшка не стал так сильно разговаривать. Он сегодня первый раз помянул. Помянула Элла Риона. И помянул митрополита Сергия. Не спешить, торопиться. Как-то было такой у нас разговор где-то. Обстановка у нас никогда такой больше не будет. И вряд ли такой архиерей будет. Даже когда люди видят его на защите стоит, как стена. И поэтому помянуть его, ничего это не знать. Мы не московской патриархии. И они, вот батюшка поехал, дали ему удостоверение. Удостоверение. Что он такой-то едет и имеет связь с патриархией через нашу. То есть принятие, то другое это. Он очень умные ответы дает. Поэтому в этом ничего нельзя усматривать, кроме благодарности. Чувство неблагодарности перечисляется нагло, напыщенно, неблагодарно. Кремлин мы когда считаем где-то. Это страшная проказа в людях. Полная неблагодарность. Я испытал в своей жизни это не один раз, а сотни раз. Вот встает кто-то, но я ему говорю, ну ты чем больше всего доволен? У меня своя семья есть, какое мне благовестие? Ну начнем с семьи говорить. У тебя жена откуда взята? А, вон как. Моя родственница, я тебя познакомил. Если бы я не познакомил, не было бы жены, не было детей. А ты в детях все положил. Ты как-то обязан или нет? А я тебя привел откуда? Не один раз. И не одному человеку я говорю. Ты это рассмотри. Дети твои. Я имею какое-то отношение к этому или нет? Ты где познакомился? На занятиях. Я тебя принял? Принял. С детства познакомился с прекрасной девушкой. Стал твоей любимой женой. И как ты теперь во врага превратился? А что, чувство неблагодарности испалило тебе всего? А тебе сказать, что такое благодарность? Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Мне Бог дал это великое таинство благодарности. Тебе нет покоя. Я должник. А они мне помогали для лагеря. Вот инструментальный завод там Горшков, Вячеслав Григорьевич. Теперь он ректор, как директор института, там экономики какой-то. Резинно-технических изделий. Там человек нашелся. Не просто нашелся, а он помогал всегда. Там кто-то уходит, задержи. Мне как раз нужно будет сказать. Вот. И таких было много. Я их всех постарался найти. Меня брат Сергей Фубков везде возил. Когда мы проехали, где меня держали, где арестовали, самый маленький охранник, если неизвестный, я постарался найти и отблагодарить книгами, что у меня есть. Когда мы были в горах, то мы шли и не могли дойти. Вот такой был трудный у нас переход. И мы последние метры перед жильями ползли метров 200. Ползли, просто на ногах не могли стоять. Я помню, женщины когда-то проходят. Я во дворе уже заползли во двор. Ноги совершенно не держат. Молодой человек там, 20 лет. Надо понимать, какая была усталость. Мы по снегу брели в горах. Я говорю, что она несет, видимо, свиньи, мы там кусочки плавают. Я только прошептал, дай хлеба. Она не приняла. Соседи приняли. Накормили. Мы за столом как сидели, клюнулись и за столом так уснули. Теперь моя задача найти их и отблагодарить. Мне покоя нету. Это дар Божий. Будьте благодарны, что вы имеете. Вот у нас община. Все сознаются, везде. Такой общины нету. Почему? Сариса Савская услышала о Соломоне, когда пришла, ее поразило порядок. О зверях, о птицах, о растениях спросила. Порядок, щинность за столом. Служение слуг. Вот что так подходили к причастию. Люди знают. Ну просто нету. Мне пишут и кто-то, вплоть до архиереи. А можно это сделать? Нельзя. Это издалека надо начинать. Лагерь наш какой был, тоже такого нигде нету. Такая дисциплина, такие дети и прочее. и такая потеря. Это Бог делает. Но благодарность это все восстанавливает. Я вот просто некоторые места еще прочитаю. О чем еще сейчас говорили. Просто коснуться этого. Вот купили плиту. Я никакого отношения не имею. Дома сижу. Есть люди, которые вас очень любят. Кому купили плиту? Очень любят. И хотят, чтобы их у нас здесь не было. Писание говорит, не сидит в совете несчастливых. Это могут быть родственники, близкие люди. И они очень ревнуют начинают страшно злиться на тех, кто помогает. То есть они хотят вас пленить, чтобы потеряли Бога, Христа, общего. Будьте бдительны. Вы уже все большие. Ты, Неста, слышишь? Скажите Ване об этом. Потому что нападки совершаются. Теперь еще минутку. Задержи там маленько. Я буду говорить. Быстро. Уходят. Да никого нет. Я сейчас скажу. Это уже тени. На одну минуту буквально мне нужно сказать. На меня нападки. Я просто говорю. Вот в интернете возник вопрос, что у нас, говорит, у вас есть люди, показывают. Мой брат ходит в алтарь, а бороду ровняет. Она делается не длиннее, а короче. Не знаю. Начинает дальше называть по имени. Я говорю. Я как-то тоже подумал так. Подошел к брату. Он мне ответил. Я не трогаю бороду. Я что теперь должен был с сантиметром ходить мерить. И выступает в защиту Валентина Сартисона из Германии. Я тогда был, а я называю это уже по имени. У него просто борода такая. Так что, так или не так, о ком я говорю, вы для себя это примите. А о ком вы говорите? Ну, кто имеет уши, да слышит. Мне сказали не называть. Человек узнает. Я выполнил все условия. Сказал и прочее. Этого делать нельзя. Немного, значит, немного. У нас конкретно надо вообще не говорить. У нас семья большая. Давайте в семье так в семья. Как Ванька, Манька или кто там. Говорите все. Я думаю, если внимательно вы слушали, вы все поняли. Но я ничего не понял. Я поняла. Кто? Ну ладно, не надо. Слушивается поиск. Я скажу так. Игорь, послушай. Валтарь, подумай. Кто входит в Валтарь? У нас дома, говорит, живет зверь. И очень опасный. Но он ручной. Теперь разгадывайте. Допускаются три только ошибки. Какой? Млекопитающий или травоядный? Млекопитающий. Нет. Какой? Ну, дальше начинает говорить, что он зверь-хищник. Так. Сидят все. Хищник. А этот зверь когти втягивает или не втягивает? Волкообразный не втягивает. А этот втягивает? Ну, я должен ответить. Да, втягивает. Когти есть. По деревьям лазит? Да. Еще какие-то. То есть поиск сужается. И, наконец, я говорю, еще нигде, ни в одном цирке этих зверей не было приручено. Он не приручивается. Бабушка с дедушкой держали, выходили и гуляли. А наутро как-то они не вышли. А когда пришли, они оба съедены. Ручная. С щенком взята. Кто это? Поиск сузился полностью. И в таком вот такими качествами есть только один зверь. Я это попутно говорю. У нее кисточка на ушах, да? Кавышовый кот. Нет. Черная пантера. Черная пантера. Черная. Совершенно не подойдется дрессировке. Ее взять даже нельзя. Но сказать, самый смелый зверь какой, люди, если не знают, знаете, медоед. Четыре льва, он один против них. А сам вот такой кнопкой. Ничего не могут сделать с ним. Он буквально каждая косточка другое место принимает. Уж зажали все, голова уже с этой стороны. Как будто шкура, это у него просто. Я к тому говорю. Я сделал небольшое вступление и сказал, что упрек был вот в этом, в этом, чтобы не было этого упрека. потому что мы на особом учете у мировой прессы. Они смотрят за нами. Все. Я вот сегодня утром выдернул от Сергея Козлова, я не знаю, но не меньше 20 роликов, которые перенесу к себе. Мы живем в такое время, где он единственный такой среди парализованных. Когда не... Ну, парализованный бывает так, где-то у нас тоже сломало шейку, бедра. Ну, еще лежит только за ней, ухаживает под ней. Этот работает, он так работает. Иконописец, иконы на первом месте в мире. Дальше. Какие он ставит ролики, как украшает, с какими вопросами сектанты разные приходят и как он с ними беседует. Зайдите на его канал. У меня ни одно... Он как заявление подавал, чтобы потеряевки быть. Надо заметить при жизни. Поблагодарить Бога, что такого человека Бог дал России. Это необыкновенный, трезвый разум. Лежать вот... Нынче он, кажется, уже 16-й год лежит на вытяжку. Ни рука, ни нога не движется. Руки согнуты, но движется один плечевой сустав. И как он работает на компьютере? Какие иконы пишет? Ну, там Малахов о нем когда говорит, а там сестра его пришла, этого человека и говорит. Мы из ничтожного должны извлекать полезно. А у нас не то, что ничтожное, а суперэкстраординарное. И как будто не знает и не видит. С нами в наше время живет этот человек. И наш он близкий, член Потеряевской общины. Заочно с матерью попросились. У него и батюшка был, и я был. Так что имейте в виду, о чем я говорю, для себя. Разбейте чувство благодарности или выпросите его. С вами я закончить хочу. Василий пригласит поближе, чтобы был. Василий Николаевич, заходи. Сюда, зайди маленько, я тебя выйдет должен. Выйди, чтобы тебя Володя видел. Не скрывайся за шкаф, маленько вперед, шаги. Вот сюда вот, все. Слушай внимательно. Я в прошлый раз с тобой беседовал там и говорил об этом. Сестры, кто у нас руководит обедом? Ее нету? Или вы? кому-то передаете по старшинству? Нету такого у нас? Нету. Ну кто-то собирает на стол. Все дружно. Значит так, Василий Николаевич Ряпанов, он у нас здесь бывает. Один вопрос, я не могу с ним уладить. Когда вы кончаете обедать, он там оставится. Я запретил это. Что делать? Подайте ему раньше. За стол молиться. Пусть поставили, чтобы на готовой стояла. Как только помолились, он за стол сел. И за стола молитесь, приглашаете его. Что у него осталось? Это или дворовым собакам отдать, или он пускай баночку приносит, ему выложить с собой. Ты с чем не согласен, что я сказал? Согласен. Я прошу тебя не нарушать это. Каждый раз я Людмиле Степановне говорил, это нехорошо, потому что за этим кроется немало и непростое. я не буду перечислять, что. Вот когда мы с ним побеседовали, где он рассказывает, как сломал, там ключ сломал, крутил, крутил, сломал, не открывается, ручку у двери отломил. А я говорю, какой хитрый ты, говорит, а теперь Сергей Павлович, он его принял и все, и живет. Я не знаю, хитрость, не хитрость, но на улице человек не должен ночевать, это определенно. И я Сергею Павловичу сразу сказал, возьми его. какие продукты я ему выдумал. Начинаю с муки и кончаю сахаром и растительным маслом. А что у него сейчас с дверью-то? Так, что у тебя с дверью? Вопрос. Ну, дверь открыли. А кто открыл? Сосед. Сосед, а куда нужно было звонить, тебе сказали, ты не ездил? Не говори, не звонил? Ну, и сосед как открыл? Топором? Ну, он пришел это сверху, сверлом высвернул. Я говорю, вы можете дверь-то отжать. Он пошел за ломиком сходил. Ну, отжали. Ты дома ночуешь? Отжали ее. В печку топишь? Топит. Дрова есть, мы ему почистили. Пожалуйста, измени образ отношения к своей жизни. О тебе переживают. За стол вместе и выходить вместе. Потому что у нас тут всякие старые, беззубые. Ты меня слышал? Пожалуйста, прошу, не нарушай больше все. Вопросов других нету. Вот сказали, батюшка сказал там Варвара, там день Варвары. Вы знаете, почему там названы во имя Варвары? Кто это придумал? Храм во имя Варвары. Это редкость. А я знаю, когда был Грачев, министр обороны, а патриарх Алексей Второй Ридигер, его Дроздов, кличка была КГБовская, вот, они решили защищать ракетные войска. И кого избрали? Римлянку Варвару. А почему? Когда она убегала от отца своего, Диаскора, перед ней раскрылась гора, и она вошла, а эти под землей ракеты и так же точно закрываются. Это хорошо, надо знать, житет из святых. И эту римлянку, девушку, незамужнюю, поставили хранить ракеты, которые называются Сатана. Название. Понимаете, ну, ничего нельзя больше придумать. И никто не воспротивился, никто не сказал. А теперь начинаем от Украины, виноват там Филарет. А почему когда просили, я говорю, раньше, просили, автокефали, почему не дали? Отдельно. Украинцы, а сколько там епископов, русских, там, я не знаю, и 200, или там тысячи этих приходов, там, очень много, и лавры там. Почему не сказать? И вы православная, православная церковь Украины. На чужой территории, это другое государство теперь, а слово москали повторяется московская патриархия. Их-то понять можно. Зачем повод дали? Они просили все эти годы. Я об этом говорил в Москве, не послушали. Теперь они нас также затягивали. Точно так же, зарубежную церковь себе. Вот так теперь там Украина, теперь в Арфоломее, где есть. Что делать? Только молиться. Ничего не надо. Ничего не изменилось. А им трудно будет. Всем трудно. Изничтоженные языки полезно. Самое ничтожное дело, полезное то, что открывается может быть вход в греческую церковь. Самое обмерщенное, каких я встречал. Ну, маленько как-то посмотри, не как вчера смотрел. Вот я сегодня посмотрел один ролик. Всем советую. Запишите в тени. В тени. Ни одного слова, ни одного человека. И продолжается, ну, минут 25. Только графика одна и меняет одни кадры другими. Вся человеческая жизнь от Адама до Антихриста. Одна графика. И с таким нафлором и подбивает к этому концу. Это как встягивать все это в себя. Я никогда такого не видел. Он нашел на канале Сергея Козлова. У него еще один там такой есть. Вот. Это в тени Иншедл рядом написано. Что такое смех? Вы же любите смеяться? И он такой поставил ролик, что ты плакать будешь, а не смеяться. Все, что показано артистам, которые где, как делают, и что Христос сказал крупные надписи Священного Писания. Глава двоиточной стихи. Запишите себе, пожалуйста, что такое смех. Не пожалеете. У Сергея Козлова не просто ролики. Он лежит. А что он может сделать? Как мы ходим, ловим рыбу? Он не может. Он вес направлен к небу. И все вопросы в этой тематике. Из-за того, что он с нами, а его там другие священники когда-то обихаживали, и теперь увидели, что он полностью с нами и заступается. И все. И этот бесноватый стал. Священники в греха никакого не признаются. А почему, спрашивают, покаяния нет? А написано, если похудел Духа Святого, покаяния вообще нет. На прошлой неделе против меня выставлены ролики большие, большие часовые. Примерно три ролика в интернете. Примерно три. А наш видеоканал, его копируют в других местах под этим же названием, оказывается, во свете Библии, но только открытым оком не ставят. И там не критики нет, но тоже нарезки идут, но по-хорошему. То есть, Бог все выравнивает. В одном месте хвалят, в другом месте бьют. Чтобы веса-то ровно стояли, не перекосилось. И вот я вот Сергея сколько сегодня этого взял. А почему? Моя комната повдоль вот так вместе с кухней шесть метров, а шесть метров длина тюремной камеры. Я каждый день ходил столько и насчитал примерно 10-12 километров каждый день в камере ходил. А когда ходишь, размышления. И вот размышляя обо всем этом пришел из ничтожного научиться извлекать полезное. У нас некоторые приходят, храм приходят, стоят нормально, нарушений никаких нету. храмовые люди. А храмовники были и масоны. Вы знаете, название такое. Как только выходят, уже одеты. И никаким образом их нельзя задержать, чтобы они побыли. Им не надо это. То есть они не общинники. Вы помолитесь об этом. То есть дверь открыта, человека не будет. Понимаешь, мы помолились. Ты мог молиться везде, но чтобы вот так после богослужения собраться, получать... Ну нет этого. Ну нет, ну зайди в любой храм. В Барнауле сколько? Ну нет этого. Притом самые насущные наши вопросы мы решаем здесь. Вы знаете, кто уходит? Попытайтесь найти к ним путь. Попытайтесь как-то заинтересовать. Скажите, что они выпускают. И как это по-другому сделать? Я не знаю. Я что мог, то и до конца уже дошел. Все это. И вот о Бороде сегодня говорили. Батюшка сказал, я к этому только добавлю немного. Вот представьте, человек молится, пошел на призывной пункт, и мне звонят, помолитесь. Ты пошел на призывной пункт, помолился он, попросил, нет. И что там? С Бородой. Сразу военком спрашивает. Внизу спрашивали, который теперь он к вышестоящему, начальник он, полковник. А почему Борода? Я христианин. А кем ты работал? Дальше он все равно. У него некогда, а он, молитва, Господь, ангелы здесь рядом. Так. Если вас в армию зайдут, пойдете? Конечно, я пришел, чтобы, но только, знаете, что я стрелять не буду, снаряды подносить не буду. Я буду спасать. Если надо, на минном поле, где угодно. Андреич, помните, вы когда в Чечне вас справлялись, я сказал, идти надо, надо спасать, но не убивать. Не душу вытряхивать, а душу спасать. А у вас какие-то, он уже начальник говорит, первый раз видит, и он уже другой начальник. Ну, у вас какие-то были операции? Он говорит, операции? Да не было. Ну, что-то найти, чтобы ему от службы, говорит, откосить. Начальник, я не прошу его. Он говорит, ну, что-то ломали, ну, руку вот эту ломал как. Да, она нормально. Ну, дальше-то вот так, ты не можешь же поворачивать. Ну, я поворачиваю, но тебе же больно, что ты так поворачиваешь-то. он его прям натягивает, чтобы на руке невозможно служить в армии. Плоскостопых не берут. И он его не взял. Выдал документ, не военно обязанный, и он теперь в храме сделался священником, сделался, Господь провел. Взялся кандидат богословских наук, магистр, сейчас доктор богословия. Вот догадались. Отец Геннадий, Генриши Фаст. Благословенный от Богочеловек. То есть, ничтожная борода, и она, смотри, куда поехала. Вот когда усы подстригает вверху, от Одесской, чтобы причащаться, не делайте этого. Щелки женщины не стригите. Я вам сказал, вы будете делать, если привыкли. И смотри, чтобы жена этого не делала. Не подстригайте усы. Не трожьте. Я показываю на людей, вот у старообрядцев, ни одних подрезанных усов нету. А худо или бедно, 200 тысяч. За 300 лет. Никто мочением не крестил. Ну, примеры рядом с нами. Надо просто глаза маленько на это открыть. Вопрос задает батюшка, говорит, и не ответишь, матушка задал. А мне брат родной задал. Я прихожу домой, скамейка, на скамейке лежат вот такие вот разные формы плитки, булыжники. А он мне задает, а ты все знаешь, а ты скажи, каким камнем Голиаф одолит, убил из этого. Знаешь, я посмотрел и на него гляжу, а он лукавый. Я говорю, знаешь, ты камни от Ениссана, перешли их в Израиль и на землю или в Филистинскую. Если сохранился исторический музей, там обязательно этот камень целый лежит. Он убил-то филистинлянина, и камень-то у них должен остаться, а к нам его не привозили. Он покрутил головой, ответить уже ничего не мог. Вы считайте в слой божьем. Там дается ответ абсолютно на все. А теперь, вот кто на места отнесания указал и правильно ответил. Никита Колесников. Почему там теперь такая борьба на Украине идет? Он ответил одними местами Священного Писания. Я, ну как же мог ошибиться тут. Мне казалось 34-я глава. Даже 44-я. Можно посмотреть. Посмотри. 44-я. 4-я и 6-й стих. Ну что-то я не доглядел. А все говорят, Никита, не зря ты 5 лет был в Потеряевке. А он говорит, я пока не был в Потеряевке, я обратился там, в Бога стал веровать, ходить-то. И к священникам подходил. Ни один мне ничего не отвечал. Ходишь в храм, причащаешься, что тебе еще надо? То есть они людей не любят, они их не знают. Почему знатовоз говорит, чтобы обратить человека, нужны тысячи талантов. И он говорит, я познакомился со Христом по-настоящему, когда встретил канал во свете Библии открытым оком. Наш канал. Если у тебя интернета нет, ты не судишь, что полезно. Повторяю, что у нас там этих фильмов, наших роликов 13 тысяч 400 почти. Тысячи 400. Ты понимаешь, все находят ему, если 28 миллионов посетителей просмотров, то, наверное, что-то есть. Мне почти каждую неделю пишут, я вот обратился, вы для меня духовный отец, а я из комнаты не выхожу. Новые, новые души приходят. Вот эти вот книги. Ну, сделайте о них ролик, мы сделали. Сейчас заказ. Ну, заказ, денег нет, а вы не могли бы выслать, я хочу к Рождеству сделать подарок. Сегодня Володя уже мне все. Бесплатно. А он заплатит потом. Что нам дает интернет? Мне один из братьев сказал, интернет это от сатаны. А у тебя есть там какой-то канал? Нету. А как ты можешь говорить? А кто-нибудь обратился у тебя через интернет? Нет. А во мне пишут, говорит, тысячи человек пришли. Это доктор богословия, доктор богословия, православный, Бочков отец Павел. Новые, новые люди приходят. Что делать? Довериться Богу. Не осуждать чего тебе непонятно. Вот я по всем местам старался пройти. Даже думаю, доказал или нет, отцу Павла в паракате. В общем, было тихо. Я знаете, известный был затерт. Я так и не понял, в московской патриархии или нет? Нет. Никогда не будет. батюшка сегодня поминал из чувств благодарности патриарха и Сергия. Патриарха я не слышу. На следующий раз. Игнать Тихонович, рака за камень не заводите только для нас. Так, я не слышу. Патриарха, он патриарха и дальше будет поминать? Нет, я подожди. Все нет. Патриарха или Сергия поминал? Патриарха он поминал. Ну, я не знаю, не слышал. Вы у вас вечно ничего не слышите. Говорите, столько говорите, и самое интересное не говорите. Мы в московской патриархии, Никогда патриарха поминаем. Мы поминаем Сергия, я решил дальше тогда. Вы хорошо сказали благодарность чувства. Ну, тогда давайте дальше перечислять. У нас чувство благодарности и другие есть, митрополиты. Давайте их тоже поставим. Мы на эту схему говорили с батюшкой. Батюшка сегодня поминал великого господина святейшего 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 патриарха Тирилла поминал. Потом Илариона. Потом нашего пускай нашего Алтайского Сергия. Потом дальше опять патриарх поминал Сергия. Он сегодня поминал в два раза его. Патриарха и Сергия. Ну, Сергия, ладно, из-за благодарности я согласен. Но этот же патриарх Игнатий Тихонович завтра уберет Сергия. И сюда придет Максим Агриан какой-нибудь. Голиат. Брат Игорь, я говорил на эту тему. Мы никогда не будем патриаршами. заповедь, которую я оставляю после меня. Никогда. Я понимаю прекрасно, но когда начинается это поминовение, еще и войско приплетут воинов. Это ни в какие рамки уже не лезет, знаете. Надо один раз и навсегда поставить. Потому что не дай Бог вас не будет, батюшка будет спокойно говорить патриарха, вселенского патриарха, хоть до католиков дойдет, ему что, ему хорошо. У него больше друзей здесь. А у нас нету среди священников никаких друзей. Куда не придешь со Словом Божьим, гонят везде как собак. Простите меня за мои такие грузотерства, но извините, я остаюсь на тех же позициях, на которых пришел в 95 году сюда. А Кирилл не на йоту не сдвинулся. А не, ну сдвинулся. Он теперь согласился, что были репрессии, знаете, вот 8 лет назад Кирилл согласился с этим, что репрессии были, вот знаете, были, ну да, вот гнали. Но это было всего 8 лет назад, а надо было уже 80 лет назад говорить об этом. Как Солженицын. Вот Солженицына почему не поминаем? Вот упоминать-то надо. А мы его забыли уж совсем, никто и не читал наверное из нас. Архипелла Гулага. 100 лет ему было 3 декабря. Да, да, кстати, вы же ролик выпускали и забыли о Солженицыне. Я специально о Солженицыне столетию его и все благодарности ему высказал. Вот то, что вы сказали про Солженицына, то, что никто не говорит, что он не был рожден свыше, вот это жалко. И когда он выступает, смотришь его обращение, все, он действительно до конца не договаривает. У него такая нежная душа, это вот он посвятил вот всю свою жизнь вот эти все гонения после тюрьмы вот этого Гулага посвятил тому, чтобы тех людей, которых в гроб загнало советское государство, чтобы этим душам люди уделили внимание и поняли, что они погибли, эти вот люди. Вы тут сидели пока сладко жили, мягко спали, а их просто ни за что убили. Ни за что. Ну, у Господа свои на это причины, понятно, но другое дело, когда один жирует и до конца ему премии платят те, которые попки, так называемые охранники, а другие, которые там были, и он среди них. И ему удалось, удалось написать такую книгу таким интересным, интересным, заинтересовывающимся для других людей языком и в то же время раскрыть правду. Вот Игнатих начитал архипелаг ГУЛАГ, обязательно кто не слушал, прослушайте архипелаг ГУЛАГ, обязательно прослушайте. Вас коснется все то нечестие, вся та неправда, которая упала на этих людей. Мы должны думать о них. И гражданская война не кончилась еще, пока Путин, Жмутин и Гутин и другие не покаяются в том, что они были коммунистами, что они были за то учение, которое убивало рядом с ними находящихся людей, просто убивало как сатана. Вот сегодня батюшка о смерти говорил. Много интересного, да. Василий Христос, румын сказал, что кто не знает свои истории, тот не имеет будущего. О смерти я хотел, немножко просто скажу. Конечно, обращение к смерти хорошо как бы обращаться, но не забудьте, апостол Павел говорит так, смерть, где твоя жало? А, где твоя победа? В первую очередь ко Христу нужно обращаться. Смерть врага же, победа. Конечно, это враг. Я хотел сказать, что батюшка сказал, как что, во-первых, ничего не изменяется, но чтобы этого не было, вот один, отдельно каждый или все вместе сказать батюшка, этого не делай. Серги, это понятно, но это нас никуда не входит, а так они сразу за это дело ухватятся. Батюшка здесь, ну, я не знаю, не посоветовался, этого нельзя делать. Мы с ним беседовали когда-то, и он был один раз помянул, а с тех пор не стал помянать. А он сейчас поездил, год не поминал, он год не поминал ровно, и опять вот. Ну, опять, ну, опять, значит, надо побеседовать, и никак, никак, это очень, и очень неправильно. Патриарха здесь, ему патриарху когда-то нас делал,